Всех приветствую, дорогие друзья! Сегодня я готовлю хе из куриной грудки. Вот так оно выглядит в готовом виде. Что для этого мне понадобится? Ну, принцип готовки хе-1. У меня куриная грудка. Куриная грудка, морковь, лук, уксус, чесночок нужен, приправа для моркови по-корейски, растительное масло. Также я беру соевый соус и гранатовый соус. Грудку очищаем от лишних пленочек, от жирочка, где какой встречается, и нарезаю на брусочки. Вот такие немаленькие и небольшие брусочки, средненькие. Это что-то. Пленочку увидели, убираем, она нам не нужна. Данную грудку я вдоль на три части разрезаю, и вот такие небольшие брусочки получаю. Брусочки наши готовы. Подготовим маринад. Что для этого мне понадобится? Где-то неполная чайная ложка соли я беру, потом будем смотреть, добавлять. Столовая ложка уксусной эссенции. Не бойтесь, это совсем немного. Кислоты совершенно не будет. Оно сварит мясо и прекрасно будет сочетаться с мясом. Две столовые ложки соевого соуса я беру, свой любимый гранатовый соус пока у меня еще есть, использую. В нем такая сладость с кислиночкой. Все тщательно перемешиваем и этим маринадом заливаем кусочки куриной грудки. Хорошо-хорошо перемешиваем. Не бойтесь, что это сырое в уксусе. Оно все хорошо сварится, промаринуется. И будет прекраснейшее, вкуснейшее блюдо. Так, хорошо перемешали, утрамбовали. Накрываю тарелочкой. И у меня где-то пока час постоит, помаринуется. Тем временем я приготовлю овощи. Морковь натираю я на терке для салата по-корейски. Вот так тоненькие полосочки, длинненькие, натерли морковь. Я здесь у меня две моркови, я затем еще третью добавила. На это количество мяса у меня килограмм грудки. Две моркови мне маловатым показались. Я третью взяла. Вообще тут уже такой строгой пропорции нет. Вы можете больше моркови, меньше мяса. Либо рыбы со щуки я также их делаю. Либо наоборот больше мяса, меньше моркови. Но морковь жалеть не надо в этом случае. Теперь лучок нарезаю тоже на такие тоненькие полосочки. На канале Розовый Бриз, друзья, я посмотрела. Она вот убирает серединку. Объясняет. Вот так удобно и действительно удобно на тоненькие полосочки нарезать лук. Как окажется полезно ходить в гости к друзьям и чему-то учиться у них. Вот эти остаточки мне пригодятся. Я сейчас буду тушить с мясом капусту. И этот лук туда у меня уйдет. То есть он не пропадет. Морковь я присаливала. Она минут 5-7 постояла. Стала мягенькая, послушная, не ломается. Пустила сок. Я отжимаю, как видите, морковь. И отправляю сюда к мясу. Вот этот сок нам не нужен морковный. Всё, сполоснула чашку. Перекладываю сейчас сюда всё мясо с морковью. Маринад, это оставшийся я всё-таки потом сюда вылью. Сразу можно выливать. Теперь у меня есть приправа по-корейски для моркови. Чесночок. 4 зубчика я сюда натерла. На мелкой терочке натираем. Всё хорошо перемешаем. Сковорода с маслом у меня нагрелась. Туда я отправлю лук. А тем временем пока полторы ложечки этой приправы для моркови сюда отправляю. Если у вас нет этой приправы, ничего страшного. Так, лук у меня в масле. Так, притомился. Немножко кипящее масло выливаем сюда. Итак, если у вас нет приправы, хочу сказать, что можно использовать жгучий красный перец, сахар немножечко, чесночок сушёный. Если есть, это будет заменитель вот этой вашей готовой приправы. Теперь у меня мороженый укропчик. Сюда врезанный уже отправляю. Для аромата, для вкуса. И также я сейчас в салатики стараюсь отправлять кунжут. В кунжуте много кальция. Правда, его перемалывать надо, чтобы больше получить кальция. Ну, целый тоже, мне кажется, своё действие окажет полезное нам. Всё, салат хорошо перемешали. Выложили в салатник. В глубокий. Я в прошлом видео назвала его плоским. Извините, не поправилась. И этот салатик должен ещё постоять в холодильнике минимум часа четыре. Хотя я уже его с удовольствием и сейчас ем. Попробовала нежная острота в меру. Всё в меру. Соль в меру. Чесночок в меру. Салатик очень вкусный. Хе наша готова. Если кому-то понравилось, готовьте, пожалуйста, таким рецептом. Всем всего доброго. До следующего видео. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok